Мы хотели бы узнать, что стройки у нас в городе сегодня нет в таких масштабах. Понимаете, котлованы такие давно я не видел, только в советское время, когда такие стройки были грандиозные. Но приятно, что такая стройка происходит на территории нашего города и тем более такой серьезной фирмы. Пару таких вопросов есть, какие-то трудности у вас по работе, по графику выполнения работ? Что мешает вам, как ускорить, может что-то на общество может помочь? Сейчас уже все решено, по электричеству мы уже подключились, по воде уже как бы тоже нам показали. То есть, по электричеству вода может тебе хватает вам? Да, да, все решили, были какие-то заминки небольшие. По воде просто решился, я знаю, был штабный. Решился, сейчас получаем материал, подключаемся, к концу недели у нас. Но все проблемы, техника есть, кран стоит. Есть, чуть-чуть, есть небольшое отставание от графика, но небольшое, то есть сейчас у нас люди уже 40 человек на выходе, то есть еще ожидают прибытия. А вы людей набираете местных или вырастете в Северополе откуда? Местных, скажем так, чуть-чуть есть, то есть не хотят местные люди работать. То есть это вы подтверждаете, что местные у нас что-то избавлены, а работ не хотят? Не знаю, не хотят. Вы знаете, это не только ваше. У нас 300 вакансий по городу не хотят, они люди испорченные сезоном. Ну сезон может быть впереди из-за этого. Есть какая проблема у нас серьезная. А по жилью, по питанию тут вопросы все решили. Мы все уже решили. А сколько смены? 2-3 смены работаете? В одну смену? Ну пока в одну, с 7 до 7. То есть в 11-часовой рабочий день. То есть надежда о том, что врачи не пойдете нормально? У нас срок сдачи 18-й год, конец года. Конец 18-го года. То есть на 2 года рассчитана стройка. То есть пока у нас, я же говорю, чуть-чуть по земле отставание. Но мы сейчас у нас 4 единицы техники уже наверстываем. А вот такая проблема территории, благоустройство прилегающей территории. Это вот как ограждение стройплощадки, такой забор будет, да? Это будет забор, который... А вот прилегающая территория, подъездные дороги, 5-сантиметровая зона, вот эта проблема. Что стоит касается торгового строя, извините, ничего нет. Дороги определены. Есть это все в этом самом городском бюджете, я так понимаю, что все это будет подъездная дорога. То есть проектная документация вашего дома, это не предусмотрено? У нас только в границах участка. Только в границах. То есть проблема просто как бы... Все сети, котельная, резервуары, все мы делаем вот в границах участка. А дальнейшее это уже с помощью города, да? То есть вот... Ну а с городом какие-то есть замедельства по этим вещам? Или у вас вообще это не касается? Каждый понедельник в 2 часа штаб, совместная работа, да? Все вот эти проблемы решаются, да? Ну что? Сейчас пока это все у нас на стадии такого, как говорится, что... Ну что, хотим пожелать вам здоровья, удачи вам, вашему коллективу, вашим сумм-подрядчикам, что мы подводили. И пригласить нас на укрытие, когда будем еще 2 года, мы с удовольствием все выживут в это время. Поезжайте. Мы с ним поблагодарим вас. Удачи вам. Вы знаете, я как человек прошлого века, который застал грандиозные советские стройки. Вы знаете, от такого удовольствия смотреть, что на территории нашего округа, в городе Судаке, такая, вы знаете, самая грандиозная стройка, где такие котлованы, столько арматуры я еще не видел. И вы знаете, очень душа радуется, что все-таки спасибо программе ФЦП России о том, что выделяют такие средства и такие объекты грандиозные возводятся. И к концу, как бы по плану 2018 года, этот объект будет сдан. А как мы узнали, что все вопросы по благоустройству, прилегающей территории, дороги, тротуары, теплооснабжение, водоотведение, это все дело за счет средств не ФЦП, а за счет средств города, городского бюджета. Поэтому непонятно было, как бы, наше убеждение, что классные долины, дом и детский садик обеспечивают финансирование, прилегающей территории и подвода сетей инженеров. Вот тут что-то не стыкнуется. Вот это непонятно для нас, например. Как здесь вопрос родится, за счет какие средства и где такие средства город найдет на подвод инженеров сетей какого-то серьезного объекта и другого объекта.